Пропаганда Пропаганда С дочкой падает на траву Где-то за километров тысячи Танки с залпами бьют в упор И осколками градов высечен чей-то маленький мирный двор Где-то звери в людском обличии у людей отбирают жизнь А я дома сижу привычно Я здоровый вполне мужик Там девчонка двадцатилетняя закрывает собою дочь И в глазах угасает свет А я им ничем не могу помочь И приходит в ночи бездонной Из-за облачного далека В сон мой горловская Мадонна С мертвой дочкой на руках Вы понимаете, вот такая история У меня, я был знаком, я не аналитик, не политик Вот как я с удовольствием слушаю и ваши программы И, как говорится, признаюсь в неком Не то чтобы уважении, а может быть даже поклонении Сергею Александровичу Потому что так анализировать факты и делать из них выводы Ну, это очень ценно Потому что я лично, я, допустим, так не умею То есть я все больше интеллективно, больше там эмоционально, что ли А вот так выложить ясность картинки А она мне, эта ясность необходима Потому что я хочу ее услышать Если я что-то не понимаю Но я чувствую Я хочу формулировку Простую, ясную формулировку И 2014 год для меня после второй чеченской кампании Была еще та самая ситуация Когда мне очень близкие мои умные люди сказали Все, это все катится к большой войне Украина готовится к войне И мы обязательно будем туда втянуты Россия не сможет остаться Потому что все к этому тянет Я улыбался и говорил Это все бред, это все Так быть не может Этого не может быть Да, мы братья, мы навек И все такое Да, безусловно, было ощущение Какой-то нелюбви к нам И оно И прибалтийская нелюбовь И украинская нелюбовь Но мне казалось, что это все пройдет Ну, знаете, как люди разошлись Пройдет время Успокоились и продолжили Как говорится, общаться дальше Но вот Человек, который был гораздо старше меня Он сказал Все, как жаль Как жаль, что Там начинается Вот этот вот бред Придется вам И моим внукам И моим детям Вы войдете В войну Я тогда сказал Ну, перестаньте Илья Александрович Ну, да вы что Какая война Про себя Он генерал Он серьезный Так сказать Мужчина И был И вот он тогда Впервые искал, что война Я поехал туда Я, конечно, был потрясен Да, после Чеченской войны Было сложно Чем-то удивиться Но Я был потрясен Во-первых Бомбили Донецк Мирный Абсолютно Да Абсолютно мирный Вот Я попытаюсь Сжато Во-вторых Я увидел Как Расстреливают В упор Расстреливают Православные храмы Просто нагло Ничего Никого там нет Допустим Даже я бы понял Что там прячутся Дети, старики Ну, просто люди Русские Которых надо Как говорится Изничтожить Да нет Просто стоит Пустой храм И батюшка Когда проезжает колонна Останавливается Разворачивает Башню И просто По этому храму Бьет Вот После этого Появились Женщины Которые Значит Голые Если вы помните Был такой Какой-то у них Прима началась Какая-то Причем такая Глубокомысленная В кавычках Эти женщины Стали резать Пилами Кресты Православные Просто Срезать их На дорогах Там где они И это Такое Массовое Какое-то Истеричное Движение И мне Вдруг стало Понятно Что Все Начинается Страшное Убегает Река Берега Лихолетие И в воде Небеса Переплавлены В сталь Убегает Туда Где Прощается Ветер И светит Луна Луна Как Медаль Понятно Я не мог Проанализировать Но просто Почувствовал Потому что Вот как у Отца Тихона Вне святых Святых Написана История Маленькая Которая В меня попала Ну в мое сердце Как в десятку Когда он Говорил о том Что мы были Молодыми Монахами Мы Там Тоже И поесть Надо И что-то И помолиться Надо И вот мы ходили И Еще молодые Были Очень Говорит И нам Вслед Могли И плюнуть И крикнуть Что-то Ну монахи Волосатые У кого борода Есть Так хорошо У кого нет Так какая-то Жиденькая Худенькая И все Говорит Мы не Но при этом У нас были Говорит Серьезные Бойцы И все То есть Вот монахи Мужчины Сильные Еще Пересвет И ослябие Как говорится Оставили Наследство В этом смысле Он говорит У нас были Конечно Бойцы Но мы Никогда Не реагировали Вот на эти На эти провокации На это Все что касалось Лично нас Мы с молитвой Принимали Оно Все что касалось Веры И Иисуса Христа И Матери Божьей Говорит Тут мы уже Останавливались Разворачивались И И давали отпор Даже физически Просто Шпане какой-то Или каким-то Оголтелым людям Говорит Мы уже здесь Простить не могли Вот у меня Этот рассказ Маленький Он попал В сердце Он настолько Емко Мне стало ясно Что Да У нас Много людей Не верующих Ну которые Допустим Относятся к вере Как Ну хорошо Что она есть Ну и Красивые храмы Какие-то Безобидные люди А много Верующих людей И вдруг И вдруг Я понял Что Да У меня Есть В мире То Ради чего Я Пойду Отдавать Жизнь Это моя Семья Моя Родина И моя Вера Я отношусь К ней Может быть Я Совсем Не Настолько Глубоко Выцерковленный Человек Хотя Я Ну старательно Отношусь К вере Очень честно И Как могу Что называется По мере сил Вот Но я вдруг Понял Что Как же Меня попал Этот Монах Который Рассказал о том Что Серьезный Спортсмен Каратист Просто развернулся Будучи уже Монахом Приняв Пострик Развернулся И дал в лоб За Оскорбление Божьей Матери Вот И я думаю И я так же чувствую Я не могу этого Отпустить Это Это что-то Что сильнее меня Это то что Выше меня Это чувства Которые Я Их не придумал Они Я тоже рос В государстве Анти Таком Религиозном Но Но все равно Мы потихоньку Потихоньку Через нашу культуру Через нашу литературу Через Есенина Достоевского Толстого Чехова Через эти вопросы Мы все равно Пришли К пониманию Что вера Это и есть Наша страна Я отдал Я отдал эту жизнь Всю за строчку В газете Мол Геройски прожил Не жалел Свою кровь А я лишь ушел Ушел На рассвете Туда Где встречает Любовь Ваш рассказ Такой эмоциональный Перекликается Сегодняшним днем Мы утром обсуждали Сегодня последний день Когда монахов Их выгоняют Из Киево-Печерской лавры Сегодня день Когда Атака на православие идет Это же Такой же разговор И был Почаевская Киево-Печерская Их заберут Разнесут на камни Святые встанут Мочи И уйдут И на этом Кончится Великий Киев Мне говорят Я так же говорил Да перестаньте Да какая может быть Лавра Наша Родная Любимая Да за нее Да они не дадут Да это Да ну Что нужно Во что нужно превратиться Чтобы прийти И разрушать Киево-Печерскую лавру И вот все то Что я вчера И сегодня наблюдаю Думаю Ну мне же говорили об этом Десять лет назад Еще десять лет назад Что так будет Что в первую очередь Уничтожит веру Язык А потом людей Потихоньку Выжгут Там белые 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 Кони Растопчет Рассвет Он останется Тлеть Какая досада Душевные Боли Мне Надо Туда Но Боюсь Не успеть И Теперь я понимаю Да нет Аналитика Особенно Политическая И такая Человеческая Философская Она необходима Наверное поэтому Это самая настоящая война Стала жутко страшно Вы не представляете как Значит тогда еще в четырнадцатом году У меня есть такое вот Бродит по интернету Это Это интервью Я обратился К матерям Украины Правда это Интернетское Интервью Называется Мама Украины Вы сошли с ума Почему Потому что Летом На улицах Киева Вышли матери Украины Я их называю Мамы Украины Ну вот как бы По-человечески Не просто женщины Какие-то Тетки Дурацкие Матери И к моему ужасу Стали требовать оружия Для детей Больше автоматов Больше бомб Дайте им танки Я тогда обратился И к ним И сказал Что вы Мамы Вы сошли с ума Потому что Надо выходить С другими мыслями Обратитесь К друг другу Мамы Киева И там я не знаю Луганская И Донецкая В этот момент К вам подключится Ленинград Петербург К вам подключится Москва Новосибирск Чтобы матери Вышли и сказали Перестаньте стрелять Перестаньте бомбить Да Вот Перестаньте убивать детей Расстреливать храмы Вот с этим Надо выйти А не требовать И Почему я поехал Еще Я вот пытаюсь Все время ответить На этот эмоциональный На этот вопрос Я просто знаю Это по нашей Чеченской республике Потому что Уже тогда я понимал После На войне в Чечне Что это не просто так Что это не Народный возглас Меня также лечили Чеченские врачи У меня было Воспаление легких Также вот есть Стихотворение Меня лечил Донецкий врач Вот я могу сказать Меня лечил Чеченский врач На той войне Поэтому Я понимал прекрасно Как Сколько там Летает Денег Значит эти Чемоданы долларов Наемники Нам запрещено было Говорить Что при первой Приехали убивать И чеченцев И русских В Чечню Значит это Прибалты и украинцы Почему-то Но А я сейчас Это не запрещено Они сами Об этом Рассказали Во всех эфирах Они рады Сашки бил И все радостно Рассказывали Как они Отрезали Головы русским Причем мирным Совсем не обязательно Что это Военные люди И вот этот пожар Был погашен С огромными Силами Огромными Была война Этих Всех гадов Кто в Лондон Уехал Кто еще куда-то Ну по крайней мере Кто сумел сбежать А кого-то просто Уничтожили Но это же была Война Подготовленная Это не народная масса Это не революция Какая-то А мы плохо живем Это все полностью Чушь и ерунда И мы это там Видели Мы это точно Понимали Я считаю Что много Сделано властями Ошибкой Ошибок натворили Ну что делать Ну делаем ошибки На ошибках Надо конечно учиться Ну а то же самое Началось в Донецке Все то же самое Над рекой Высоко над рекой По туда Все плывут Как бродяги Небес Облака Далеко 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 В тот неведомый Край Их зовут За собой Берега Берега Там на краю Ярко белые ночи Летят и летят Словно птицы На юг И стонут ветра На мгновенья Пророчат Уносят молитвой слова Прикрой меня, друг Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»